Всем привет, дорогие друзья! С вами Фёст Ван, и мы продолжаем играть в Старкрафт 2, продолжаем компанию за зергов, Heart of the Swarm. Итак, ребятки, очень интересно, что у нас там дальше по сюжету, но я вижу, нам тут дойдут королеву Роя за эту миссию. Наверняка сейчас Сара будет прибегать к помощи зергов, чтобы как-то найти Джима, да? Иначе и быть не может. Компания-то за зергов уже, а не за людей. Керриган, перед тем, как мы прыгнули, Гиперион засёк многочисленные сигналы кораблей Доминиона. Они двигались к поверхности планеты. Тебя там ждёт тёплая встреча. Может, даже будет наладить необходимо на месте какую-то оборону от войск Доминиона, не знаю. Посмотрим. А может, просто будем бегать по коридорам в поисках Джимми, Джимми, где ты? Ту-ту-тум. Так. Сканирование поверхности. Обнаружены войска Доминиона и улей зергов. Да. Тут должен был остаться старый улей. Меня больше волнуют доминионцы. Земля — это воздух. Доложите обстановку. Воздух? Мы развернули базу и скоро подготовим дракенскую импульсную пушку. Вас понял. Сбивайте все оставшиеся корабли, которые выйдут из-под пространства в этой области. До связи. Отбой. Эта пушка испепелит корабль Джима, как только тот появится на орбите. Джим даже не успеет понять, что произошло. Курс на ауле зергов. Мне нужна армия. Я чувствую присутствие разума, который управляет этой стаей. Кто ты? Моя королева. Меня зовут Нактул. Я одна из матерей стаи. Ты создала нас, чтобы эффективнее управлять Роем. Теперь ты вернулась к нам? Я не возвращалась. Я не твоя королева. Но чтобы уничтожить пушку тиранов, мне нужна твоя стая. Прямо сейчас. Большая часть стаи сейчас со мной. Но прежде чем подкрепление доберется до тебя, пройдет время. Высылай. Мы должны уничтожить эту пушку до прибытия Джима. Тем временем я приготовлю этот улик к битве. Доминионцы, скорее всего, уже выследили мой корабль. Они ищут меня. Ну вот как я и предполагал, да? Будем сейчас базу развивать. Так, что, давайте сразу поначалу экономику. Ты у нас кто? Контрол-1. Вот так вот и Контрол-1. Омут рождения. 200 минералов. Куда-нибудь сюда пока что воткну. Нам нужно больше минералов. Блин, вот что не люблю в этих мислях, всегда мало минералов в начале. Вон я вижу минеральчики. Давайте сразу возьмем их. Мне кажется, у нас это Керриган может в соло убивать неплохо войска врагов. Типа вот так вот. Поэтому можно тут маленько с самого начала покидышить. Так, чуть-чуть от бункера отойдем от вражеского. Ой, блин. Ой, смотрите, они бьют даже это. Не глядя на меня, идут здание крушить. Ну что ж, это их проблема. Так, ребятки, тут у нас что-то проблема. Давайте маленько отойдем пока что. Зерлинги это, конечно, хорошо, но я думаю, сначала надо напирать на экономику. То есть побольше это, добычу минералов улучшить. А посражаться, ну, пока что можно... Знаете, вот королев бы заказать. Виспе нужен. Давайте тут еще... Пока что линию обороны сделаем небольшую. Когда сюда пришли войска Доминиона, они загнали часть Магистани в пещеры. Если мы сможем убить Арану, эти зерги присоединятся к нам. Так, один в поле не в воин. Когда у нас там плетки? Вот, готово. Так, смотрите, королева есть. Давайте бьем. Деловая хватка, мне за что-то дали достижение. Так, рабочие. Идите работать. Нам нужны еще рабочие. Так, а где у нас эта королева-то? Она же умеет увеличивать скорость. А, она не умеет. Ну ладно, тогда лепешку иди свою положи. Я не знаю. И потом возвращайся на деф. А мы пока что прогуляемся одной керриган. Так, база у нас. Ctrl-3. Я думаю, нам надо еще. Побольше производства. Поэтому у нас будет две базы. А может быть и... Нам нужно больше минералов. Нам нужно больше минералов. Ладно, пока что. Тогда не будет. Хотел третью базу построить. Так, смотрите, уже опять прет толпа. Они без конца прямо наседают. Слушайте, да, тут жесткая миссия какая-то. Смотрите, они как прут прям такой нормальный. У меня еще армии вообще нет. Ну и идите сюда. О, пока мелкие из зданий помогают. Можно маленький. Слушай, они еще замедляют, да, негодяй? Ну-ка, стоять. Кто там отступает? Не сдаваться-то, не отступать, ни шагу назад. Куда ты отступаешь? Он еще там кого-то подлечил, негодяй. Хорошо. Поняла. Так, смотрите-ка. Че? На нас тут кто-то с воздуха нападал. Я думаю, будут еще, наверное, нападки. На всякий случай. Сделаем здесь вот такую вещь. Еще-то закажем рабочих. Надзирателей. Так, вот это теперь у нас. Ctrl-3. Я думаю, еще один хайв. Сейчас мы это... Нет-нет, давайте маленько отойдем. Чуть-чуть вот сюда. Еще один хайв. Скорее всего, здесь тоже будут нападать. И здесь будут нападать. В этой пещере тоже остались зерклинги. Нам нужно больше минералов. Так, и знаете че? Повтори. Так. Нам нужно больше минералов. Да, с минералами беда. Я еще, знаете, хочу вот этот апгрейд начать. Сила до миньоны не вступают с севера. Наступают с севера. Вовремя мы плеточников организовали. Идем защищаться. Королева, наверное, спрячется за плетки. А Керриган потанкует. У тебя сколько брони? Ноль. Ну ладно. Один фиг ты потанкуешь, это живучая. А, пока эти вылупились, надо бить. Ладно, опоздал. Профукал момент. Сейчас подойдут поближе. А давайте вы складывайтесь. А складывайтесь. Ага, смотрите, они там пещеры какие-то бьют. Нам, короче, нужно войско. Что у нас по ресурсам? Мне кажется, от королев больше толку в бою. Так. Собачки, мне кажется, быстро будут дохать. Нужно больше минералов. Ну, сейчас мы небольшое войско сделаем и попрем в бой, ребятки, я думаю. Рабочих у нас как раз сколько надо работает. Ну, там, если только потом кого-нибудь. Так, ты иди лепешечку здесь отложи. Будем распространять слизь. Ух ты, смотрите, что тут у нас? Керриган, иди помоги. Они тут жестко наседают. Прямо я не уверен, что там и три плетки сдержат. Давайте маленько я еще четыре робота закажу, чтобы добавить плетки с каждой стороны. Не хватает надзирателей. Так. Давайте прямо сейчас. Все. Насколько минералов хватило, да заказали. Пойдемте небольшой... Вот здесь пещеру бьют. Пойдемте туда, сгоняем. Так. Давайте ты будешь танковать, а вы там уже следом. Давай, иди сюда. Че, наоборот, уходишь. Хорошо. Марш, праздник. Иду. За дело. Поняла. А, блин, хотел... Слушайте, ну войска умирают прямо тут, это, шустро. За дело. И че мы сейчас получим? Слушайте, по-моему, мы потеряли больше, чем получили. Там все-таки у нас королев было больше. Смотрите, на нас тут... О, сейчас мы придем как раз, пока они бьют, а мы ударим в спину. Смотри, как прут прямо и по воздуху, и по земле. Со всех сторон. Собачки подыхают быстро. Нам бы тут что-нибудь типа тараканчиков... А может мы можем что-то типа тараканчиков строить? Нет, у нас нету здания для тараканов. Ну тогда апгрейды прокачаем. Че там, зерлингов, зерлингов, зерлингов. У нас уже денег есть. Дополнительные плеточки. Дополнительные плеточки. Дополнительные плеточки. И еще одну плеточку. И, наверное, еще одну плеточку. Куда-нибудь вот сюда воткнем. В этой пещере тоже остались зерлинги. Нам нужно больше минералов. Больше минералов. Но все, у нас есть большой заказ военных. Пойдемте, сейчас вот они сюда придут. Мы их дружно встретим. Очень дружно. Да, блин. Небольшая армия у нас есть. Смотрите, у нас еще какое-то подкрепление придет через 5 минут. У нас тут есть еще дополнительные миссии. Надо постоянный дозаказ делать, мне кажется. Так будет лучше для всех. Идут. Хлева, ты освободила мое потомство. Ой, спасибо, спасибо. Еще надо как-то сюда, да, пробраться. Я не знаю, как это. Отсюда, наверное. Отсюда. Пойдемте. Наниз. Они прям хотят, чтобы мы вот эти места освободили. Что-то тянем. У них нету, видать, да, какого-то? Видно на инвиз. Поэтому А3, Shift-Ю, Ctrl-3. А я думал... Так, вы, короче, один. Пойдемте. Пойдемте, ребятки. Смотрите, что у нас тут. Отзирателей не хватает. Это вообще беда. Ой, ой-ой-ой. Отходим, отходим. Нас туда вообще никто не звал. Там что-то больно бьют. Не хватает, червя, уже в пути. Моя стая вот-вот будет на месте. Так, давайте вы, ребята, тут лепешки накидайте. Мы отсюда будем крип распространять. Слушайте, а тут как-то это много врагов. Вы их не находите? Их тут что-то как-то дофига. Нас тут сейчас это жестко встречает. Где Сара Керриган? Сару Керриган главное не убейте. Все остальное уже пофиг. Так, еще больше зерлингов. Идите, помогайте. Слушайте, нам надо продержаться или что? Так. Слушайте, тут воздух пришел. А мы против воздуха как-то. У них силы прям. Рут поддержки. Так, что там атаковано? А у нас тут вообще войска какие-то. Слушайте, войска, вернитесь домой. Ой, я войска туда посылал. Пойдемте сюда все. Вы что, тут развалите им завод, да? Я надеюсь. Справитесь. Так, лепешечки. Давайте во все стороны. И мои черви Нидуса прибудут с подкреплением. Да, наши черви Нидуса засунут врагов. Ой, так. Кто тут прибежал на подмогу? Ну, мы им сейчас базу разворотим. Нам бы... Да, давайте сюда, подкрепление. А нет, погодите. У нас тут дома проблемы. В семье. А, смотрите, здесь в круговую базу, да? Мы можем вообще со всех сторон зажать врагов. Сейчас. Но я думаю, нам лучше действовать сообща с Керриган. То есть мы давайте здесь сейчас все встретимся. Вот это у нас будет группа боевая. Сейчас мы еще собачатников закажем. Ой, что тут танки раскладываются. Это вообще нехорошо. Нормально встретили парней. У них, смотрите, там еще что-то они мост атакуют. Ой, защищают. Мне кажется, это мост к этому. В базе. Где путь-то стоит. Что, у нас таймер сейчас будет тикать? Так. Где там у нас подкрепление? Есть способ управлять в бою всеми войсками одновременно. Ребята, мне давно этой кнопки не хватило. Ф2. Короче, сейчас смотрите, мы соберем сейчас просто здоровенное войско. Мне так неудобно было их постоянно самому выделять. Я удивлялся, где же это, блин, чертовое Ф2. Смотрите, сейчас что будет. Смотрите, сейчас что будет. Пойдемте, Енис. Нам вообще вот туда надо. Нам на их базу наплевать. Но пойдемте, разнесем их базу. Уничтожить пушку. Нас же по времени никто не ограничивает. Давайте им базу сейчас снесем. Они пойдут с этой базой на нас постоянно нападать хотят. Нам нужно больше, без пена. Без пена. Я, кстати, апгрейды забываю качать. Здесь зерги! Хорошо. Так, это все тяжко. Давайте поближе подойдем. Так, вот вы видите, мог в этот круг пойти Мог с другой стороны обойти Эту базу снести Так, пойдемте все сюда Собираться в кучу Здесь, смотрите, тоже есть какой-то обходной путь То есть можно по мосту пройти, а есть какой-то обходной путь И знаете, мне кажется, а вдруг там не обходной путь А вдруг там просто что-то интересное Мне охота посмотреть, что там Там два бункерочка стоит Вот что там, если я туда схожу Мне вот прямо интересно Меня по времени никто не ограничивает Но единственное, что я думаю, как всегда это будет Какая-нибудь ерунда Типа того, что, ой, извини, ты не успел Поэтому ты не получишь ачиву А тут просто мини-производственные мощности Ну, наверное, отсюда могли бы враги появляться, если бы мы это не разрушили Мне кажется, они тут периодически появляются и идут атаковать меня О, еще один Червячок Вот что тут творится Сару бьют Не надо бить Сару Защитить Рой, защитите свою королеву Я ее просто вперед из-за скиллов выдвигал Чтобы она там скиллами Тру-тру-тру-тру-тру-тру-тру-тру-тру Ушко уничтожено. Тираны бегут к своим кораблям. Уничтожить всех. В живых не должно остаться никого. Да, теперь я вижу, что наша королева на самом деле вернулась. Убить тиранов. Королева? Ты права. Я словно перестала быть собой. Надо выбираться отсюда. Мы будем ждать твоего возвращения. Заработали достижение встречи. Мне кажется, вот опять по времени, да, Падди не успел? Разрушьте 15 сооружений противника до того, как прибудет поддержка от Нактул. Блин, я там уже шатал им базу. Наверное, чуть-чуть не успел. Я не знаю, сколько я там убил до того, как они прибыли. А, вот, смотри, 9 строений уничтожил, ребята. Одного строений не хватило. Я там как раз им базу шатал. Вот чуть-чуть бы побольше войск у меня там было. Я там на базе часть войска держал. Ну, как бы пораньше бы их перегнал туда на бой. И все, и достижение было бы достигнуто. Такие дела. Сейчас, Падди, ее душевные терзания покажут. Королева ее зергов или нет? Джим, ты меня слышишь? Джим, где ты? Я на месте встречи. Тут никого. Я думала над тем, что ты сказал. Во мне живет Тимачи. Ты нужен мне. У нее какой-то спиннер на спине. Тут собачка на борту затесалась. Этот гидрал. Дамы и господа, мы прерываем эфир, чтобы передать срочное сообщение. Вчера, в ходе успешной военной операции, был пойман повстанец Джим Рейнер. Сразу после допроса он был казнен. Император Менск заявил. Граждане Доминиона, наконец-то этот кошмар закончился. Террорист Джеймс Рейнер мертв. С его смертью наступает эпоха мира. Протосы покинули пределы Доминиона. Угроза со стороны зергов ликвидирована. Рой обезглавлен и разбит. Вскоре мы истребим всех оставшихся на чаре зергов. Одним словом, это победа. Мир и безопасность восстановлены. Спите спокойно, сограждане. Менск. Система навигации включена. Курс территории зергов. Подтвердите. Подтверждаю. Мир и безопасность. Как으로 после Довольно-таки интересно, друзья. У нас тут даже дальше есть выбор, на какие планеты летать. Наверное, суть дальше будет, что я хочу собрать рой, да, собрать войско, не знаю, там что-нибудь, чтобы отправить его в борьбу с Менгском. Ну, как бы это. Может быть, мне надо будет сражаться зергами с зергами, чтобы доказать, что я королева клинков, я не знаю. И только я достойен управлять роем. В общем, поживем-увидим. Знаете, вот как бы не знаю по поводу Рейнера, действительно он погиб или, может быть, на самом деле его там где-нибудь содержат и он еще останется жив. Потому что, мне кажется, вот мы тоже тут обсуждали, что там, ладно, Протосов убивали, там здесь, в этой части, да, там одного Протосовского героя убили, одного в предыдущей. Но вот Рейнер, он был в первом Старкрафте, он как бы во втором Старкрафте. Сара Керриган тоже в двух Старкрафтах, и они как бы такие, мне казалось, герои, которых не могут убить, которые, если там будет третий Старкрафт, то там должны, опять же, быть Сара Керриган и Рейнер. И мне почему-то кажется, что, может быть, его не казнили, может, он там либо сбежал, либо его держат где-то в заперти, в тюрьме. Но об этом мы узнаем позже. А сейчас все развивается таким ходом, что они, наоборот, подстегнули ненависть Керриган. И она теперь попробует вылить весь свой гнев против Менгска, и даже, возможно, из-за этого будет больше людских потерь, нежели хотелось бы. Даже, знаете, такая мысль еще родилась, как будто Сара Керриган, желая отомстить Менгску, раскатает кучу людей, да, ну, все-таки они же будут бояться зергов, там, защищаться, там, куча погибнет. А в итоге окажется, что Джим Рейнер жив, и он скажет, боже, Сара, что ты натворила, кто ты после этого такая, ну, что-нибудь в этом роде, не знаю. Типа, ты не человек все-таки. Столько крови, столько жестокости. Ну, не знаю, в общем, поживем, увидим, посмотрим, чем это все кончится. А у меня на этом все, с вами был 111, до новых встреч.